6 лет назад мы переехали. Получилось так, что поддержала меня бабушка, во-первых, моя, сейчас ее уже нету, Валентина Ивановна, она сказала, что раз ты занимаешься собаками, давай-ка переезжать за город. Я говорю, ну как, я же не могу, собственно говоря, естественно, поскольку мы молодая семья, у меня никаких олигархических запасов у меня не было, да, и чтобы купить дом или элементарно участок, и на нем построиться надо финансы, да, еще нужны вольеры и кормежка, и все, и бабушка сказала, давай-ка мы все-таки переедем, мы продаем квартиру мою, и мы переезжаем за город. У каждого своя профессия, да, кто-то медик, кто-то парикмахер, кто-то бухгалтер, кто-то экономист, ну я медик, вот, хотя у меня есть еще и экономическое образование, и кинологическое образование, сейчас уже судейское образование есть, я и эксперт-кинолог. Постановка в шлейку начинается с года, но опять-таки тут есть нюансы, потому что есть собаки поздно созревающие, как и люди, да, кто-то быстро вытянулся, вот, 13 лет мальчику стукнул, он раз и метр 80 или метр 90 с 43 размером ноги, а вчера он был с 39, вот, и вроде как быстро и все, но это не значит, что он сразу созрел, что он стал мужчиной, нет, он не стал. И так же у собак, девчонки созревают побыстрее, в смысле суки, да, вот, они, конечно, побыстрее, но тоже есть свои нюансы, тоже по линиям, это заводчики могут кто-то подсказать, я уже как заводчик тоже своих собак знаю, вижу, вот, ну, тоже не всех еще, конечно, но уже немножечко глаз все-таки наметан. Каждой собаке каждый день нужно 20 минут внимания, то есть, если умножить на 25, соответственно, я целый день потрачу на то, чтобы просто элементарно гладить собак, да, помимо этого их надо воспитывать, помимо этого их надо дрессировать, помимо этого надо еще выйти на тренировку, помимо этого их надо накормить, помимо этого за ними надо убрать. они, бывает, болеют, их надо еще вычесать, их надо помыть, и когда у меня май месяц начинается, у меня с 1 по 9 мая, да, у всей страны праздник, 1 мая, а у меня тоже праздник, у меня своеобразный день победы, весьма своеобразный, потому что мне надо перемыть, вычесать и высушить 25 собак. Очень много моментов, очень много тонкостей, я говорю, начинали вот с основного, да, вперед мы ставим в основном собак, которые будут лидерами, да, лидер это та собака, которая слушает хозяина и поворачивает всю упряжку, это не значит, что вторая пара в шестерке или третья пара в шестерке не знает этих команд и не поворачивает эту упряжку, бывает так, что ты и третьей парой вынужден поворачивать, бывает, и, как многие считают, что не надо заниматься с остальными, вот ты выучил одного лидера и остальные не нужны, остальные должны просто бегать быстро, нет, надо каждой собаке обязательно уделять внимание, у меня в основном они подбираются чисто анатомически, экстерьерно, ну и по определенным сейчас уже как бы линиям и моментам, вот, ну и плюс у меня как бы в питомнике собрана определенная коллекция окрасов и определенная коллекция глазок, вот, поскольку я люблю, баба города у нас была орликином, то есть вот есть ее замечательный портрет, орликин это собака разноглазая, один карий, один голубой и гордо стало уже логотипом нашего питомника, вот сейчас у меня спортивная упряжка из шести кобелей, это вожаки Миша и Ося, в жизни он остряк, вот, они совершенно разных линий, в принципе они разные анатомически, но они прекрасно работают как пара и дополняют друг друга, дальше в упряжке стоят Цугар и Вилли и колеса самые сильные, это Гарри и Тюбик, вот, они все разных окрасов, у всех разные глазки, вот, все очень отличаются друг от друга по характеру, у них абсолютно разные характеры, но при этом они живут в одном мольере, как одна большая семья и дополняет их еще Бадик, я всегда отмечаю вот два момента, что вот с отрицательными эмоциями мы не приходим к собакам обязательно, и нельзя забывать пенсионеров, никогда нельзя, потому что да, вы идете вперед, да, у вас будут супер скорости, да, у вас будут супер спортивные собаки, да, у вас будут супер шоу собаки, все замечательно, ну, вы когда-то пришли с этих собак, вы начинали, вы начинали с этих пенсионеров, и когда-то они давали вам супер скорости, супер результаты, и если бы не эти собаки первые, вы бы не начали вот свою карьеру, да, вы бы не были здесь ни в ездовом спорте, ни в шоу, нигде, у вас не было бы достижений и результатов, их надо очень уважать, их надо ценить, любить и по возможности вывозить и на выставку, и на соревнования, потому что собака сидящая дома, она видит все, конечно, они очень ревнуют, да, если я не беру кого-то на соревнования, они очень переживают.